Добрый день, пожалуйста, приветствую вас. Мне очень много благодарны, очень много предложений и все ваши вопросы. Братья, да. Я думаю, у нас сегодня будет и я сразу хочу отметить, что у нас есть очень хорошие на прошлой неделе здесь прошло в том числе и свидания в следующем году в последнее время мы будем проходить следующий вопрос. Наверное, хочу сказать, прежде всего у нас сегодня инновации где мы имеем инвалидный проект через эти интеллектуальные, мировые и хозяйственные связи. Уважаемые главы правительства, в связи с с точки по стабильности развития финальных поставок. Мы работаем с изменениями. Я хочу ответить, что наверное, теперь надо было время, если бы мы вопросом безопасности финальных поставок, второй вопрос я хотел бы тоже заставить. 2012 год объявить годы экологической культуры и теперь Рива и 20. Хорошо было здесь и мы по вопросам изменения климата. вы знаете у нас есть хороший опыт, как раз со всеми странами у нас есть хороший экономический потенциал, хорошие тенденции. Это всегда будет максимум содействие к экономическому развитию государства. Я хотел бы еще объявить открыт. В заседании Совет участников назначены главы руководителя Киргизской Республики помогает сотрудничеству разрешить государственным успехом и вашим ответственность и государственным деятелем. Совет главы руководителя надо участвовать сотрудничеству и размазать сегодня встречу. Редактор субтитров Корректор Мы ищем оптимальные и взаимовыгодные пути решения задач, стоящих перед нашими странами. Я впервые представляю Россию в этом формате и, конечно, хотел бы, пользуясь случаем, подтвердить несомненный приоритет нашей страны оценки ключевого направления интеграции. Стран, Содружество независимых государств. Особой, конечно, значимостью является торгово-экономическое сотрудничество, но в то же время и гуманитарное направление, научные и культурные связи также являются исключительно важными. Я вижу в этом не только драйвер развития наших стран, но и залог стабильного и безопасного развития нашего региона в целом. И, конечно, это непременное условие для подъема экономического развития, решения насущных задач, которые стоят в социально-экономической сфере. В конечном счете это создает условия для улучшения качества жизни большого количества людей, живущих в наших странах. Это десятки миллионов человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...